Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Говоря о сегодняшнем дне, можно ли провести некую параллель между тем, что происходит у нас, и разрушением варварами империи? И почему общество почти молчит, или, во всяком случае, голоса слышны еле-еле в противостоянии тому, что происходит? С моей точки зрения, мы знаем из истории, что империи рушатся. Обычно они рушатся тогда, когда одновременно происходят две вещи. Первое – идет постоянная неудержимая атака извне. То есть, эти самые варвары, о которых Сережа спросил, они атакуют, атакуют, атакуют. А второе – когда внутри происходит нечто, что лишает, по какой-то причине, империю лишается возможности защищаться, скажем так. То есть, происходит какой-то развал внутренний, и тогда внешние враги могут добиться. И вот, значит, такой трюизм варвары всегда разрушают империи. И империи всегда рушатся, так сказать, от варваров. Но в этом трюизме есть как бы зерно, есть правда, есть истина. И поэтому давайте попробуем, так сказать, разобраться. Ведь империи всегда, ну скажем, более мощны, более сильны. Империи всегда лучше оснащены, если говорить о воружии. У них больше знания о том, как воевать, лучше, так сказать, разведка. У них много чего есть, чего нет у варваров. У них нет, когда они рушатся. Когда строится империя, это другое дело. Потому что варвары, которые захватывают империю, они строят свою империю. Вот у них нет ярости, которая присутствует у варваров. Что же происходит обычно? Вот давайте возьмем как пример наше государство, которое, судя по всему, подвергается сейчас атаке. Судя по всему, она подвергается атаке. Хочешь не хочешь, это, так сказать, огромная атака. И я бы даже сказал слегка извне. Потому что в стране организовались как бы две части, два отряда. Один это, ну скажем, те люди, большинство белого населения, небольшая часть черного, так сказать, все остальные азиаты и тому подобное. Дети, которые ходили в школы, в предместьях, в небольших городах. Которые все время объясняли о том, что если тебя ударят, ни в коем случае не отвечай, ты должен пойти к учителю. А если тебя каким-то образом оскорбят, то ты ни в коем случае не можешь применять физическую силу. Мальчики такие же, как девочки. Несмотря на то, что они по-другому не выглядят, но тем не менее, значит, мы совершенно все одинаковые. Любое проявление агрессивности у мальчиков и у девочек тоже предотвращалось, пресекалось и тому подобное. Я сейчас не призываю к тому, что, господа, не поймите, что я неправильно, чтобы детям дали ножи в руки и сказали, убивайте другу в школах. Я просто рассказываю. А уже как бороться с этим, это другое дело. Дальше детей приучают сначала с самого маленького детства, что надо жаловаться, надо рассказывать, надо прятаться, надо ни в коем случае не сопротивляться. Надо идти и искать какую-то силу, которая вместо тебя пойдет и, скажем, разберется. Потом они становятся постарше, попадают в университеты, где им рассказывают все то же самое. Настолько, что они перестают, не могут выдержать никакого удара. Они не держат ударов. Я даже не имею в виду физические. Они не держат напряжение. Любое, что выводит их из себя, им нужно рыдать. Потому что они не научились, не умеют справляться сами и бороться сами за себя. Вот, например, я уже приводил этот пример как-то. Когда выбрали Трампа, то в большинстве университетов, то есть во всех университетах, так называемые Ivy League, Лавровой Лигой, были организованы специальные комнаты, куда студенты могли приходить. Они были полутемные, там стояла мягкая мебель, играла музыка. Они были в таком состоянии ужасном от того, что не выиграла Хиллари Клинтон, что им нужно было рыдать, успокаиваться. Более того, в большинстве университетов отменили экзамены за тот семестр, в который Клинтон же проиграла. То есть детей выводят из университетов в том состоянии, в котором они просто не способны никакому сопротивлению, никакой драки, никакой защиты собственной чести. А дальше они живут в нашем государстве. Им то же самое говорит средство массовой информации, там CNN, MSNBC и прочее. Их уговаривают в этом всякие New York Post и средства общения, которые сегодня называются social media. То есть такой peer pressure постоянно идет. И они абсолютно перестают быть способны. Более того, они отвергают насилие. Они против армии, они против полиции. Они вообще за то, чтобы все были милые и все хорошо жили. Да, это прекрасная идея. Но дело в том, что есть другие люди. Вот эти другие люди растут у нас в то, что называется в Америке inner cities, внутренние города, в которых до сих пор действует закон джунглей. Они ходят в школы, в которых, ну скажем, так устроил профсоюз учителей и наши дорогие учителя, что никакой им возможности выбраться в хорошую школу, учиться в нормальной школе. Вообще нормально учиться? Нет. Практически никакой. Они с детства видят постоянное насилие. Они видят, что тот, кто сильнее, умнее, так сказать, тот, кто умнее, в смысле ты хитрее, да, он побеждает. Они привычаются к тому, что только в драке, что называется, ты можешь себя реализовать. Приходят в школу, и там происходит все то же самое. На улицах царят хулиганье и бандиты, и наркодилеры. Если ты с ними в хороших отношениях, и если они тебя защищают, ты в порядке. Если нет, то нет. То есть они растут в той ситуации, в которой происходит естественный отбор джунглей, называй как хочешь. Мы, конечно, не хотим, чтобы наши дети так жили. Но я еще раз говорю, я вам рассказываю о том, что происходит, а не то, что я бы хотел делать с этим. Так вот, когда эти люди в небольших количествах попадают зараженные, заряженные, ну, скажем, в данном случае леватской такой идеологией, которая растет, естественно, от всяких там Марксов, не знаю, там, и прочих подонков, живших, так сказать, в прошлые века на белом свете, и раздутые сейчас местными деятелями и на расовой почве, так сказать, и на почве неравенства и тому подобное, то попадают они в ситуацию, при которой им говорят, вы можете идти грабить, делать все, что хотите, вы будете прикрыты, вас никто не будет там выгонять, изгонять, что-либо делать, а наоборот будут вас защищать. И они вот со стервенением выбегают на улицы городов, хватают все, что попало, жгут все, что попало. Есть много ситуаций, при которых, так сказать, белые идиоты кричали, мы с вами, мы с вами, их тут же сбивали с ног и сбивали ногами, там, бросали в них камнями, разбивали головы. Это все снимается немедленно с всяких ютубов, гуглов и тому подобное, но все это существует. И вот есть армия, почти внешняя армия для нашего общества, которая бросилась уничтожать, ну, по крайней мере, часть из них, идеологи, уничтожать государство в той форме, в которой она существует, нашу идеологию, нашу историю, нашу жизнь, а остальные бросились хватать то, что они хотят взять, но им никак, так сказать, не получалось это взять, потому что работать они, это не их вина, это их беда. Их поставили в ту ситуацию, в которой они не знают, как это заработать и не могут. Они воровать, они знают, что когда они прибегут, так сказать, грабить и воровать, их могут схватить за это самое место и посадить в тюрьму. Они тюрьмы не боятся, потому что они привыкли в их обществе, это нормально совершенно, да. Но вдруг они выяснили, что когда ты занимаешься перераспределением, а в твоей во главе идут, так сказать, идеологи, которые говорят, мы вас защитим, то можно получить то, что они хотят, при этом все свои инстинкты, так сказать, избиения, поджога, разлома и тому подобное, они могут туда выплеснуть. А их еще и все время подогревают, что вот эти белые или вот эти плохие, они вам должны, они вас отобрали, если бы они над вами не издевались и дали бы вам жить, как вы хотите, то это все было бы у вас, а не у них. И поэтому это вам полагается, оно ваше. Вот таким образом, значит, возникает проблема, когда из внешнего бьет внутренне, так сказать, бьет по стране. И не хватает на самом деле только одного слагаемого. Не хватает лидера такого харизматического, троцкого, или там Гитлера, или, я не знаю, Чингисхана, называйте кого угодно, Владимира Ленина, который подхватил эти массы и повел за собой, и все, и конец, что называется, был бы Соединенным Штатом Америки. Но лидера у них нет. Ниоткуда ему пока взяться. Сандерс явно в него не годился, Байден, естественно, не годится. Да он и просто даже не знает, я думаю, куда, куда идут. Не то, что куда идти, он не знает, куда идут вообще. Поэтому у нас сейчас та ситуация, при которой внешняя сила бьет по нам. Да, вот еще один момент. Америка, как страна, она участвовала в этом самом естественном отборе, в этих джунглях, участвовала на мировой арене. И мы прекрасно там себя чувствуем. У нас самая сильная армия в мире, самое лучшее вооружение, самые лучшие головы. То есть мы абсолютно готовы. Там, где и ребята у нас хорошие, если только, так сказать, не начнется, как я уже сказал, в середине Америки то же самое. Мальчики не должны быть мальчиками, они должны быть девочками. Но, так сказать, и вести себя те же воды, те же травы, тогда вообще у них тоже агрессивность. И берут еще какие-нибудь таблетки, начнут кормить, чтобы они не были агрессивными. У нас армия распадется. Но пока что тьфу-тьфу-тьфу армия есть. И мы на мировом, так сказать, пространстве. Мы себя ведем так, как в джунглях себя ведут. Мы говорим, дадим в морду каждому, кто подойдет близко, а если нужно, еще, так сказать, ногу. А на внутреннем пространстве мы позволили внешней силе из инверситис громить себя и бить. И не хватает, как я уже сказал, только вот этого самого внутреннего, который возьмет и поведет не только эти толпы, но еще и толпы других, которые хотят против Трампа голосовать за демократов, за либералов и тому подобное. У них нет лидера, который бы их собрал и сделал бы их тоже разрушающей силой. Вот тогда Америка, конец. Кстати, вы упомянули армию. Армия действительно пока еще, слава богу. Но ведь если вы вспомните предшественника Трампа, Барака Обаму, во время его правления, в армии тоже ставились некие социальные эксперименты. То есть они пытались разрушить армию. Мало того, что бюджет был нищенским у армии, армия физически разрушалась. Там самолеты не летали, нечем было ремонтировать, некому было ремонтировать, потому что не было денег, чтобы содержать механиков, лючки и так далее. Кораблей стало совсем на уровне довоенного времени 1945 года. То есть физически армию уничтожали, но и социальные эксперименты ставили над армией с этими сторонами, джендерами и так далее, и так далее. Но, слава богу, вот появился Трамп, и как бы эта ситуация приостановлена. А вот что касается полиции, которая тоже, в принципе, как бы некая сила военизированная, то на полиции сейчас такие атаки происходят. Сокращаются бюджеты, увольняются и так далее. Вот это как вы думаете? Я считаю, да, в какой-то момент у меня было просто жутко испортилось настроение, настроение испортилось, потому что вообще было такое ощущение, что мы там в начале 70-х прошлого века, да, и все, так сказать, встречаясь в трамвае, евреи один другому говорил, билет купил? Говорит, нет, не купил, но ехать думаю. Потому что все были в состоянии какой-то такой паники. Мы те, которые прожили в Советском Союзе достаточно много времени, я, правда, уехал, мне было 24 года, но я очень хорошо помню, что там происходило, и много по этому поводу, так сказать, знаю, читал, ну, и собственный опыт тоже большой, да. Значит, а те люди, которые вот вместе с нами, так сказать, приезжали, они это детям своим уже передать не смогли. И поэтому у них, особенно у собственных детей, было ошарашенное ощущение от того, что, ну, как же так, это же так понятно, то, что происходит сейчас. А дети смотрят на них большими глазами и говорят, нет, это у вас синдромы Советского Союза, вы не понимаете Америку и тому подобное. Может, мы не понимаем Америку, но мы очень хорошо понимаем про фашизм. Фашизм, понятно, так сказать, был славянский фашизм, был немецкий фашизм. Все это одно и то же. Социализм с фашистским лицом, с человеческим фашистским лицом. Ну, вот, в последнее время, чем больше власть демократическая, мэры, губернаторы, конгрессмены, сенаторы, чем больше кандидаты в членские президенты, чем больше они себя идентифицируют. Или, по крайней мере, не пытаются остановить, не пытаются сказать тем толпам, да, что хватит остановить, и сказать, заметили, что толп больше, так сказать, нету последние несколько дней. Это отдельная история. Но они все время, как бы, если они не прямо поджигают, да, то они не сопротивляются, они как бы согласны с ними. Чем больше это происходит, и чем больше мы слышим требований и дел, которые происходят из этой Black Lives Matter, так сказать, черной жизни вожи, которая явно, так сказать, просто ширма, которую нам дали для того, чтобы, так сказать, вот, ну, красивые слова, там, пролетарии всех стран соединяйтесь, да, Black Lives Matter один, абсолютно. А просто-просто какой-то такой выкинутый, там, лозунг, под который можно, там, что-то такое объединять, и говорить, как ты считаешь, да? А вы заметили, что самое страшное для людей, которые, вот, говорят, черные жизни важны, если в ответ они слышат, все жизни важны, да? Это вызывает у них просто, как бы, наоборот, да? Сказать, да, все жизни важны, ну, и черные тоже важны, да, ууу, поцеловались. Нет, у них это вызывает какой-то безумный ненависть. Я помню, у Хиллари Клинтон спрашивали перед выборами, значит, на каких-то дебатах, а как вы считаете, значит, Black Lives Matter, то есть, черные жизни важны, или All Lives Matter, то есть, все жизни важны. И Хиллари, ни секунды, не сомневаясь, я уверен, что этот вопрос дали за нами, они все время воровали вопросы и давали ей, значит, воровали. Сами же писали вопросы с ней вместе, а потом и передавали. Она ответила Black Lives Matter, и зал взорвался аплодисментами. То есть, жизни ирландцев и не важны, жизни евреев, ну, еврейские жизни вообще никому не важны, правильно? Вот, жизни там славян точно не важны, я думаю, что шотландцы не важны, еще много кого могу перечислить, да. А вот нигерийцы важны, там, алжирцы, не знаю, они темненькие, но проходят они за черным. Они мусульмане, поэтому они тоже Black Lives Matter, да. Вот, значит, попытка разрушить Соединенные Штаты Америки изнутри, попытка разрушить наши устой, атака на... Знаете, дело не в том, что разрушили какой-то памятник. Ну, там, допустим, да, там Дзержинскому памятник тоже там сняли, и памятники Ленина, так сказать, разрушали по России. Поэтому, как бы, можно сказать, что и здесь происходит то же самое. Но здесь оно не было направлено конкретно против людей, которые нашу жизнь сделали ужасной. Оно было направлено против американской истории, против американской культуры. Вы помните, когда ИГИЛ, айсис по-английски, нам показывали кадры, как они зашли в какой-то христианский храм, там, старинный, там, первого века нашей эры, там, второго века, не помню. И начали, значит, отбойными молотками, там, и полотками, и палками, и чем-то еще разбивать все там внутри, как мы все смотрели и говорили, боже мой, какие варвары, какие идиоты, какое отношение это имеет к религии, это же история. И вообще, какое им дело, так сказать, да, молите своему Богу, сколько хотите, не трогайте моего Бога, уговоривайте меня, что ваш лучше, но не разбивайте вещей, которые там 2000 лет простояли. Вот сейчас в Америке нет вещей, которые 2000 лет простояли, Ну, сейчас делается все то же самое, то есть толпа совершенно обезумевшая раздолбала памятник создателю гимна США. Раздолбал. Во-первых, они требуют поменять гимн на что-то другое, сейчас не помню на что. То ли на Марсельезу, то ли на какой-то черный джазовый марш, ну, на что-то они хотят поменять. Теперь, значит, во время матчей по, не помню, по футболу, или матчей по бейсболу, наверное, не будет уже играться, по крайней мере, в этот сезон гимн, а будет играться какая-то другая песня, потому что гимн Америки, он, оказывается, оскорбляет черное население страны. Да он всех остальных оскорбляет тоже, всех, кто ненавидит Соединенные Штаты Америки. Флаг сжигается постоянно, да, жалко, что он не изготавливается в Америке, а в Китае, потому что всячески как китайцы радуются, что у них покупают, сжигают, покупают, сжигают, покупают, сжигают. Ну, классный бизнес. Ну, и нам, китайцам. В общем, чем больше, я заканчиваю сейчас отвечать на этот вопрос, чем больше мы видим проявлений, с одной стороны, закройте полицейские управления, а с другой стороны, сдайте ваше оружие, и чем больше мы слышим, что это поддерживается, или, по крайней мере, по умолчанию не осуждается демократами, чем больше шансов у республиканцев войти, въехать на белом коне и в Конгресс, и в Сенат, и в Белый дом, и, я надеюсь, во все ассамблеи всех штатов, включая там мэрии и тому подобное. Вот мои мысли по этому поводу. Да, в Сенате республиканцы предложили резолюцию, осуждающую насилие, вот то, что творилось, разрушение памятников исторических. Демократы заблокировали эту резолюцию? Я помню историю под названием «А Васька слушает?» Да есть. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте, меня зовут Евгений, и хотелось бы задать вопрос Леоне. Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что в Америке есть такое небольшое вот противоречие, в смысле приоритет прав человека над государством, записанный как в Конституции, так и в Декларации прав человека, вот он играет злую шутку вот со всеми права, значит, со всеми гражданами, которые подчиняются закону и вообще в целом с правоохранительной системой. Потому что находится целая туча адвокатов, которые начинают защищать погромщиков, защищать Black Lives Matter и остальных подонков. Вот, понимаете, не находите вот это противоречие, что пока не будет пересмотрены какие-то такие базовые ценности в приоритете прав личности и отношения с государством, то не получится никак сдвинуть это дело на какой-то здоровый путь развития. Я понял, Женя. Давайте я попробую ответить и очень быстро. А как только в Америке будут пересмотрены права человека относительно взаимоотношения с государством в пользу государства, я уезжаю отсюда. Потому что государства могут олицетворять, скажем, такие президенты, как Трамп или такие президенты, как Барак Обама. И в этом случае, если пересмотреть положение Конституции, которое ограничивает права правительства относительно населения, то очень скоро многие из нас оказались бы в лагерях для перевоспитания. Сережа, вот я понял, что, так сказать, не хватает в объяснении. Я сказал про себя, а теперь я скажу вообще. Значит, нет большего врага у людей, чем их правительство. Нет. И я могу доказать это цифрами. Значит, кто убил больше всего китайцев на белом свете? Их собственное правительство. Около 100 миллионов во время культурной революции вообще мало. Кто убил больше всего, ну, скажем, жителей Советского Союза, уже внутри живущих? Значит, Гитлер, нет, Сталин, намного. Сталин перебил приблизительно между 40 и 50 миллионами людей, в зависимости от того, как считать. А Гитлер убил 20 миллионов своих соотечественников. Не было никогда в мире такой силы, там, вспомните про Никарагуа, вспомните про Камбоджу, там, вспомните и тому подобное, где в Камбодже, по-моему, там, они решили, что всех, кто умеет читать, всех убьют. И убили то ли миллион, то ли два миллиона человек. То есть, ходили по деревням, говорили, кто грамотный? Нам очень нужны грамотные люди на хорошую работу. Люди говорили, я, я, я. Их строили, шли, расстреливали и шли в следующую деревню. Значит, хромал на белом свете. Даже Чингисхан и тот, так сказать, в завоеванных народах никогда столько людей, так сказать, даже пропорционально не убивал. Поэтому, самое страшное, что есть в мире, от чего нам нужна защита и физическое оружие. И, причем, оружие хорошее, не то, которое, что называется, у меня в доме есть. У меня в доме есть то, что я могу сдержать, там, полдесятка бандитов, которые, так сказать, воров, которые пытаются залезть в дом. но государство я не сдержу. А то оружие, которое есть, вот у Эльнеков, там, там, где надо, там, где оно лежит, зарыто 300 миллионов стволов. Так вот, и нам необходима защита в нашей Конституции. В декларации, кстати, блестяще прописано. С вашего позволения, я, так сказать, ставлю, что была написана когда-то, я говорил, или уже книга 237 лет, там, назад она была выпущена под названием Common Sense Томаса Пайна, то есть, «Здравый смысл Томаса Пайна». И я, там, несколько лет тому назад уселся, и это книга, которая послужила основой декларации, а потом, так сказать, Великой Американской революции. Американская революция, это ведь не освобождение от англичан, это освобождение от царей, царизма, от всего того, что называется монархия, монархического устройства, вот это Великой Американской революции. Так вот, я уселся, я еще заканчиваю, я уселся и написал продолжение этой книги, памфлет она называла, 60 страниц, тоже ровно 60 страниц, о том опыте, который мы имели за вот эти 237 лет после издания этой книги, о том, что же произошло и как теперь бороться с тем, что у нас произошло, а именно захват бюрократии, бюрократия на самом деле стала королевской семьей. И вот, не важно, какое относятся партии, не важно, к какому движению, важно, что все перероднились и важно, что они, как в Саудии, все, так сказать, доят нас с вами, а когда кричат нам, что мы равны, мы равны, они равнее. Вот это произошло в Америке с помощью изменения, кстати, конституции многократного. Все это делалось для того, чтобы легче и проще было жить. На самом деле, изменили конституцию так, что мы приобрели царизм в худшей его форме. Вот сейчас, то, что происходит сейчас, это именно последствия того, что Америка с собой проделала. Я думаю, что пора уходить на перерыв. Да, мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно продолжим. Примем звонки и Леон постарается ответить на ваши вопросы. Возвращаемся в программу Леона Ванчетейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня к Леону два вопроса. Куда, по возможности, он сможет уехать, это первый вопрос. А второй, более серьезный. На интернете появилось сообщение о том, что Ассамблея Калифорнии приняла законопроект о репарациях черным гражданам Калифорнии в перевесом 62 голоса против, двух или трех против. и это должно рассматриваться дальше в Сенате и пойдет на подпись губернатору. Правда это или это фейковое сообщение? Спасибо за два чудных вопроса. Ну, вы знаете, в среде, скажем так сказать, русскоязычных эмигрантов обсуждалось несколько мест, в которые можно уехать. Кто-то говорил Коста-Рика, кто-то называл Чехия, Прага, кто-то говорил надо уезжать в другие штаты, которые не так заражены социализмом, коммунизмом и тому подобное, кто-то говорит Израиль и тому подобное. Никто, интересно, не говорил Россия и Украина почему-то, непонятно, даже Казахстан и Белоруссия. Но, честно говоря, это все чисто разговоры, потому что куда мы уедем, господа, то поколение, которым я принадлежу, уже никуда не едет, нам уже думать пора, потому что через 5-10 лет нам нужна будет помощь от наших детей, внуков и тому подобное. И вообще, давайте мы сначала дойдем до выборов, я-то думаю, что на выборах все будет нормально, Трампа переизберут, я думаю, что с большим перевесом и думаю, что получим мы и Конгресс и Сенат, но посмотрим. Тогда будем, что называется, рассуждать в зависимости от того, что будет происходить. Я понимаю, что этот вопрос был задан почти полушетливо. Теперь о законе. Нет, не было, у нас ассамблея, то есть, то, что называется Конгресс, Калифорния называется ассамблея, ассамблея не предала такого закона, все, что в ассамблее произошло, тоже, с моей точки зрения, достаточно неприятный, глупый, ужасный, по большому счету, но тем не менее. Значит, они просто решили, что они организуют комиссию по изучению этого вопроса, все, больше ничего. Уже само это решение показывает, как они готовы вылизывать своим будущим этим самым избирателям всякие места и тому подобное. Вы знаете, вот приведу пример. В Нью-Йорке мэр заявил, что он согласен с тем, что полицию надо уменьшать количество полицейских, уменьшать, это уже надо увеличивать, уменьшать количество полицейских, надо бюджет им снимать, тому подобное, и даже громко заявил, что в этом месяце у них, я могу цифру называть, так сказать, неверную, но должно быть 1120 человек уходят на пенсию, они должны были брать новых 1120 человек, а что, они этого делать не будут. Но он почему-то не сказал ничего ни о следующем месяце, ни о месяце после этого, ни о месяце после этого. То есть, все это разговоры, просто господа, это просто разговоры для того, чтобы бросить в толпу, зажечь толпу, заставить, у них энтузиазма, ничего не было, энтузиазма у демократов для выборов. Они понимали, что они проигрывают, они понимали, что они проигрывают тех самых людей, которые, там 13-14% черных, они голосовали, там, на уровне 92% за демократов, и они вдруг напоняли, что они их проигрывают, им нужно было каким-то образом их зажечь. Там много чего сложилось, естественно. Вот. Вот они считают, что они их сейчас зажгли, правда, с моей точки зрения, в этой топке они сами погибнут, сгорят. Но всерьез-то они не собираются полицейское управление закрывать. Они все это делают для того, чтобы эти, которые побежали позади голосовать, потому что вот в этой инер-сити они никогда голосовать не ходили. А сейчас их уговорят в том, что они ходили. Но проблема-то в том, что в этих городах, в больших, и так всегда побеждали демократы. Поэтому от того, что они добавят еще несколько миллионов, или сотен тысяч, а может миллионов вот этих оголтелых, черных, Black Lives Matter и тому подобное, ничего не изменится. И следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, Леон, большое вам спасибо, что вы отвечаете на все вопросы. Обычно, когда задают два-три вопроса, отвечают только на один. А во-вторых, я бы хотела, чтобы вы считали себя избранным от нас, как бы представителем нашей партии за избрание Трампа. И если можно, вы как бывший член ЦК Либертарианской партии знаете, как коммуницировать между штабами и так далее. Мы вам задаем всякие разные вопросы, вносим предложения. И вот то, что вы считаете с вашей точки зрения ценно, доносить до штаба Трампа, чтобы они учитывали это в своей пропаганде, в своей деятельности. Потому что вот я сегодня спросила у Александра Непомнящего, каким образом получилось так, что Рабина выбрали премьер-министром. Он сказал, что никто не знал, что он расстреливал Альтальяну. Все считали, что он подавил переворот. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы люди знали правду. Спасибо большое. Да, там вопроса не было, но я все равно на него отвечу. Господа, я достаточно часто, сейчас во время коронавируса, по-моему, пять раз в неделю, раньше было два-три, выхожу с какими-то по-русски, так сказать, своими зарисовками, идеями, мыслями, рассказами и тому подобное. Что я кроме того делаю, о чем вы, наверное, не очень в курсе, это я приблизительно там раз в неделю суммирую то, что происходит, включая то, что мне люди пишут, и делаю это по-английски, и рассылаю это по всяким, так сказать, достаточно большому количеству людей, зная, что от каких-то из этих людей это доходит до всех штабов, избирателей, и т.д., и т.п. То есть, да, это делается, спасибо большое, естественно, все, что я здесь слышу, о чем мы говорим, это учитывается, и я практически, вот, каждую неделю засылаю по-английски мои видео и мои соображения всем тем, кто готов служить. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, извините, пожалуйста, меня Ирина зовут, меня волнует один вопрос, вот, когда проводили такие частные расследования, куда идут деньги, Black Lives Matter, там было то, кто какие-то донейшины делал, и там подряд, 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 unemployed 5000, unemployed 5000, unemployed 5000, скажите, пожалуйста, можно расследовать вот это, вот, как это называется, отмывание денег? Вы знаете, никто этим заниматься не будет, может к сожалению, может к счастью, я не знаю, нет, не будет никто этим заниматься, не занимаются даже значительно более серьезными вещами, как вы все видите, Хиллари Клинтон ходит все еще на свободе, как вы видите, люди, которые устроили нам два с половиной года кошмарной жизни в Соединенных Штатах Америки с Мюллером и тому подобное, с этими обманами насчет связи Трампа, так сказать, там с Россией, тоже ходят на свободе, более того, прекрасно живут, коми, который, которого, по-моему, надо, так сказать, расстрелить каждый день, да, он издал книгу, получил огромное количество денег за эту книгу, Обама, который заложил основу всего этого, доказано, что заложил основу, огромные деньги начал передавать, того, что был стимул, он начал отдавать так называемым компаниям, которые помогают подписывать людей в качестве, значит, для голосования, миллиарды туда ушли, куда-то складировались, и теперь, как мы видим, они выбрасываются и оплачиваются ими, как я понимаю, не как мы видим, как я понимаю, этими деньгами оплачиваются, вот, разбой и гробеж, который происходил, вот, поэтому все эти люди ходят, ходят на свободе, не спрашивайте меня, почему, я не знаю, я не понимаю, я сам бы, я бы с удовольствием, так сказать, выяснил, но возможности сесть там, с баром и спросить его в лоб, и получить от него честный ответ, у меня нету, значит, не знаю, не понимаю, а ответ на ваш вопрос, нет, никто расследовать этого не будет. Хотя на самом деле, похоже, что-то все-таки расследуется, поскольку демократы в Конгрессе приняли резолюцию о том, чтобы объявить генеральному прокурору Бару импичмент, то есть их задача заключается в том, Я бы сказал так, Сережа, значит, я просто говорил о том, что происходит сейчас, я очень люблю говорить, а вот завтра, это все время, говорят, сервис, что они ненавидят Трампа, да, вот это да, а вот зато завтра, там, так сказать, вы увидите, нет, завтра приходят опять не менее, но у них опять завтра. И вот я не знаю, что будет, но из того, что нам известно, это что Дурам, Дурхам, не знаю, произносить его по-русски лучше, он закончил свое расследование, там было, значит, гранд-джюри, было собрано, не знаю, но я думаю, что оно действует и продолжает работать, материалы передавались, задержалось все это на 3-4 недели из-за коронавируса, а к середине, к концу июля начнут публиковать выдержки, из его расследований, а потом, так сказать, ну, там, не знаю, там, в августе, наверное, мы увидим, так сказать, те части, которые, которые из-за секретности можно будет видеть. Второе, это полным ходом идет расследование в Сенате у Линдси Грама, настолько, что даже уже левые стали, значит, подбрасывать через социальные сети, что он сам педофил, что он там связан с этим, что он каких-то мальчиков заказывал, ну, в общем, какой-то кошмар такой, то есть, там идет серьезный перепуг. И последнее, это готовится серия разоблачений, насколько я знаю, связанных с Украиной, Зеленский пошел на попятны, ничего не исполнил, что он обещал, показал себя совершенно ужасно, не знаю, чем вы там забугали, так сказать, личными какими-то делами, или тем, что вот придет Байден к власти, так сказать, тогда тебя сожрет, я не знаю, что, либо оказалось, что там слишком много людей замарано во всех этих историях, но я знаю, что, Джулиани провел там много времени, съездила с ним группа из AON, это America One Network, достаточно много материалов передал Деркач, это человек из Рады, в Генеральную прокуратуру, эти три исследования, проследования идут, и должны закончиться и кульминироваться в сентябре, октябре этого года, поэтому, да, мы все считаем, что что-то будет, кстати, Хилари Клинтон тоже в суд идет, где она обязана отвечать, судья приказал ей отвечать на вопросы, которые она всячески пыталась не отвечать, и полгода пыталась увиливать от этого, но идет, то есть, что-то такое там зреет, я не знаю, оно вызреет или нет, или окажется пшиком, больным пузырем, как уже несколько раз оказывалось, но, по крайней мере, мы знаем, что расследования идут, следующий звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Левон, здравствуйте, скажите, как насчет погромов, о которых нам сегодня сказал Александр Непомнящий, погромов в Лос-Анджелесе? То есть, там имеются в виду синагоги какие-то, центры еврейские? да, ну, 30-го числа, когда были вот эти большие, значит, у нас, когда шла большая, колонна из центра города, где их собрали, и потом она почему-то очень организованно вслед за, так сказать, руководством, пошла в сторону Беверли-Хиллз, по дороге они вроде ничего даже не грабили, но там по дороге стояла еще полиция, там слева, справа в маленьких улочках, чтобы они, не дай бог, не убежали, а продолжали свое движение в Беверли-Хиллз. Вот когда они туда шли, они умудрились, значит, не тронули, там пару церквей по дороге было, их они не тронули, там где-то даже мечеть вроде была, не тронули, но пять синагог и три школы еврейских, ну, как минимум, разрисовали там, расписали всякими надписами, типа там, жиды убирайтесь вон, там мы до вас доберемся, там, так сказать, здесь вам не Палестина, там, или мы вам там не простим палестинских детей, до, так сказать, разбивания окон, дверей, я не слышал, что внутрь заходили там и что-то оскверняли, но вот внешне помили окна, двери, написали всякое, так сказать, извиняюсь, дерьмо и тому подобное. Это вот три школы и пять синагог. Кроме того, когда они начали гробить там синагогу, одну рядом с Фермакс, то кто-то из синагоги вызвал, есть такое охранное агентство, значит, еврейское здесь у нас, называется, оно, значит, народная защита, в переводе с еврей, значит, Маген Ам, Маген это щит, Ам это народ, то есть народный щит. Там 38 человек, ну, не был подписан договор с этой синагогой, их вызвали, они примчались и очень хорошо, что приехали, потому что группа, так сказать, идущих товарищей, жгущих там и прочее, прорвалась на одну из улицы, из улицы и вдруг пошла одновременно в 10 еврейских домов и, так сказать, из машины, вот это, так сказать, и прочее, выскочили 38 молодцов, они все-таки хорошо накачаны, с оружием, с дубинками, и без эксцессов те сразу же убежали. Так что спасли они, я думаю, и имущество, и жизни, как минимум, в 10 семьях еврейских. Почему-то они пошли именно в еврейские дома. Откуда они знали, что там евреи живут, мы не знаем. Вот, потом больше эксцессов не было, но то, что все время раздаются антисевитские лозунги, да, раздаются, и они такие больше общебелонаправленные, там, и кровососы, там, и прочее, и прочее, но при этом упоминается, что вот особые кровососы, это вот эти, вот, жидивского происхождения. И в ответ на эти бесчинства, направленные на евреев, более 400 синагог еврейских организаций подписали письмо, в котором они выражают полную глубокую поддержку движению Black Lives Matter. Вот так, ни больше, ни меньше. И следующий звонок, добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте еще раз, это опять Евгений. Немножко не поняли мой вопрос. Я имел в виду перекос в сторону, знаете, злоупотребления первой поправкой, вот, всяким левочьем, и это самое, и в то же время закрывание рта консервативным каналом, в том числе и вашим. И недостаточно обеспечения второй, нашего права на самозащиту, и в том числе и от государства. О ваших отношениях, между, ваших оценки, между отношениями прав гражданина и государства, я совершенно согласен. Спасибо большое, и долгих лет вам здоровья. Спасибо, Женя. Ну, мы совпадаем тогда, потому что дело не в том, что надо менять закон, а дело в том, что надо, как выяснилось, может быть, закон, а его не исполняют, так сказать, сами власти не исполняют. И вот здесь что-то такое надо придумывать, потому что должен быть какой-то, я не знаю, вот как есть, вот в суде есть такое понятие, значит, приходишь в суд, тебя судят, и судья может тебе дать, там, сказать, по этой статье от одного года ничего, либо штраф, либо просто наказание, либо там что-то еще, либо пожурит тебя. А есть статьи, при которых там твердо написано, что если тебя попал по этой статье и признаешься виновным, то это минимум наказания, скажем, такое-то, три года, или там штраф такой-то, или что-то еще, да? То есть минимум, больше можно дать, но это мандатари, минимум. Так вот, с моей точки зрения, должно быть какой-то придуман орган судебный или что-то еще, когда любой гражданин может обратиться и потребовать рассмотреть, выполняет ли руководство штата, города или прочее, округа водяного, выполняет ли законы. И если законы не выполняет, и это не случайность и тому подобное, то мандаторий он должен что-то такое, либо сам лично отвечать своим имуществом, либо сесть в тюрьму, либо быть немедленно отстранен с тем, что все то, что он проделал, людям на несколько ущерб, людям, скажем, возмещено. Вот такой возможный вариант. Есть много разных вариантов, над которыми мы, будучи в либертарианской партии, работали, и в связи с этим мы разрабатывали законы, пытались, но, к сожалению, партия маленькая и не шумная. Вот если бы она была шумная, как вот черные сейчас стали, как Black Lives Matter, тогда бы все о ней знали и все бы рассматривали. А так как она была очень интеллигентная такая, так сказать, да, давайте вот объясним, и давайте все будем хорошие, и давайте жить по законам и тому подобное, то вот ничего у нас, к сожалению, не получилось, и я, к сожалению, оттуда ушел. Понятно. 847-400-5200, телефон нашей студии, у нас еще есть пару минут времени, так что, если вы позвонитесь, добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Леон, вот вы сказали, что нет харизматичного лидера у этого левачья, который хочет изменить эту систему на тоталитарное государство. А вот, значит, Обама презентовал себя, как, ну, он, в общем-то, поддержал Байдена. То есть, на самом деле, он будет, как бы, лицо вот этой компании, демократическое лицо компании Байдена, который претендует на пост президента. То есть, на самом деле, это третий срок Обамы, и все так это и воспринимают. Поэтому, не это ли и является явление вот тем самым харизматичным лидером, естественно, для определенной публики? Спасибо большое. Нет, не является. Обама присутствует, но он рядом. То есть, нету там Фаракана, который ведет за собой людей, нету Троцкого, который приходит, так сказать, зажигает речью, там, и народ, так сказать, чумеет от счастья и готов громить и тому подобное идти. Обама, от того, что он просто сказал, и от того, что он, так сказать... Вы знаете, Байден настолько ничего не значащая кандидатура, что никто даже не предполагал, что он окажется, так сказать, в руля, последний, стоящий. И, если вы помните, то Обама даже изначально, когда Байден пошел, что небывалая история, чтобы собственный вице-президент, чтобы его, так сказать, бывший президент не поддержал. Потому что он знал, что тот седельный и не может ни у кого выиграть. Это стечение обстоятельств, стечение всяких там дурацких игр внутри демократической партии, которые вот привели к тому кошмару, который у них и сейчас происходит. Вы думаете, они не понимают, что он кошмар? Вы думаете, они не понимают, что они, что называется, 50% проиграли, еще не начав играть, потому что он ноль? Но мог бы возникнуть кто-то еще, кто вообще, так сказать, был бы со стороны, так сказать, альтернативный такой, так сказать, разрушай, грабь, переделывай и тому подобное. А на обломках самовластия напишут наши имена или там мы из них построим, разрушим, а потом из этого построим там какой-то новый мир. А нет такого, нету. То, что Обама там примазывает или будет рядом, он просто один из инструментов для того, чтобы рекрутировать публику, идти голосовать за Байдена. Вот и все. Леон, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается. А посему с наступающим праздником, Днем Независимости. Шаббат, шалом и прекрасных праздников, господа. До следующей встречи.